Всем привет! Девчонки, ребята, команды наши, мы решили записать вот такое видео. Сегодня мы запробовали тему путешествий и очень много выявилось, да? И первый вопрос, который мы затрагивали, сколько было путешествий у каждого из нас до компании Арифлей? Сколько путешествовало раз до компании? До компании Арифлейм мне не посчастливилось путешествовать ни за свой счет, ни за чужой счет. А с компанией Арифлейм я путешествую уже в третий раз. Три страны, четыре города. И все бесплатно за счет компании Арифлейм. Юра? У меня до сотрудничества с компанией Арифлейм была всего лишь одна поездка. Я ездила в гости, я ездила в Польшу, но за свои деньги. А будучи в компании Арифлейм, я насчитала уже больше двести стран и больше семи конференций. Ну, реально, это круто. Такое есть только в компании Арифлейм. Классно, у нас непохоже пошли. Оля, как у тебя? Ну, до компании Арифлейм я была один раз, там мы с мужем ездили, до свой счет, отбухали за границу. Ну, и с компанией Арифлейм это уже моя, получается, третья, у меня та вторая конференция бесплатная. То есть две конференции я посчитывала в компании Арифлейм. Лена, у тебя как? У меня, да, компания Арифлейм была в гости. И вот уже с компанией Арифлейм это у меня уже семья. Круто. Ну, так. Хочу сказать за себя, у меня до компании Арифлейм не было путешествий вообще. С компанией Арифлейм за четыре года уже посетила восемь стран, семь конференций. То есть это все благодаря компании, но и у нас у всех это все благодаря компании. Девчонки, поделитесь вот самым лучшим впечатлением после именно этой конференции. Для меня, конечно, прежде всего это отношение руководства компании. Когда на бизнес-конференции вышел основатель компании Роберт Отдохни и со слезами на глазах говорил благодарность нам, ну, встал-встал, встал молча и начал аплодировать. Не то что людей, мурашки бежали, плакали все. И никто не мог слово сказать. До сих пор идут мурашки. Да, идут у всех, потому что... Покажите мурашек. Такого отношения я не видела. Да и вообще посещение экзотических стран это совершенно другой уровень. Это уже не менеджерские конференции. Здесь масштабы, отношения, руководство, признание. Все настолько впечатляет. Юль, тебе что больше всего? Мне запомнилось то, что с каждым годом наша компания показывает все лучше и лучшие результаты. В разных регионах они свои. Но самое главное, что мы находимся в правильной компании в нужное время, в нужном месте. Несмотря ни на какой кризис, какой бы... Сами себе передумали. ...не находил в любую страну. Да, кризис только в головах. А у компании все окей, все в порядке. Так что вы в правильном месте. Мы будем расти. Однозначно. Я как бы первая была на менеджерской конференции и сравнение с золотой конференцией, это то, что золотая конференция длится намного дольше. Это на 4 дня больше, чем менеджерская. И то, что здесь 1300 участников. Вы представляете, какой объем, какой масштаб. И это меня очень-очень впечатлило. Мне вот именно хочется сказать еще то, что мы работаем, но мы еще и отдыхаем. И вот где мы были, каждый день мы куда-то ходили, куда-то ездили. И наиболее меня впечатлило то, как мы вот взяли такие машины и ехали по серпантинам через... Мы были над облаками, облака были внизу нас. Это были и мурашки, это было и страшно, это и тошнило. Это был адреналин. Да, это был такой адреналин, что мы вот когда приехали, мы сказали ему молодцы, что мы это сделали. И это тоже я скажу по контролю, что она нам не угодно. Возможно, что мы вот такие эмоции можем все привезти. А еще девушки, хочу вам задать вопрос. У меня была проблема, я столкнулся, когда собирались поехать с семьей отдохнуть. Насколько этот отдых, крутой классный отдых дорого стоит. Вот вы когда там... Была у вас возможность съездить с семьей отдохнуть? Насколько по деньгам это получается, вот такой отдых, как сейчас мы отдыхаем бесплатно от компании? То, что позволила здесь нам компания, то есть, ну, это в тысячи долларов. Как много. Ну, это нереально повторить самому за свои деньги. Я хочу еще сказать, что мне больше всего запомнилось на... Ну, то есть, все, что вы сказали, я тоже просто в восторге от этого. Ну, девчонки, я выходила на сцену, вместе со Славиком мы выходили и получали это признание... Славик это голос за кадром. И получали это признание за уровень бриллиантового директора. Мы уже выходили на золотых на сцену за золотого. И у нас будут еще девчонки, которые выходят первый раз до золотого, но не останавливаются. Потому что за бриллиантового ты выходишь, у тебя на сцене видно. Ну, тогда тоже. Да, да, да. И еще, да, там места больше. И еще, хотела спросить, вот поменялось что-то вот в середине вас, внутри, в голове, в мыслях, в планах? Вот какое решение? Было какое-то на конкретно заглянутое решение новое? Конечно, конечно. Оно и новое, оно не новое, но оно устойчивое. И оно глубоко просневшее, до мурашек. Естественно, это решение расти. Расти самой и поднимать команду, умножать ее, приумножать и возить на конкурент. Однозначно. Когда ты здесь один, это одно. Когда ты с одним, с двумя партнером, это другое. Но когда ты с командой, это уже намного круче. Так что растите, будем расти вместе. Ну, хочется показать людям, да, что действительно в компании Арифлейм есть возможность оттутать. Вот именно вот таким вот, потому что это работа, да, такая, на которой тебя еще честны. И на которой тебя еще вот, ну, погадают, тебе вот так вот картовать, вот. Поэтому хочется расти, хочется роста, хочется показать возможности как можно большим людям. Ну и работать и отдыхать бесплатно. Ну вот, благодаря вам, вашей команде, с которой я познакомилась, подружилась, да, у меня вот возникла такая идея. И я думаю, что я им не душе. И еще очень круто, что тут у нас дружба народов. Там их все с разных, с разных команд, с сложиваются. И это ничего, это не передача. Да, обмен опытом, идеями, эмоциями, видео, отзывами, фотографиями. И это, это командность, это дух, это вот это вот единство. Это тоже очень круто. Ну, конечно же, для себя я тоже приняла решение расти, развиваться, ну и так это все есть. Но новое звание каждый год, потому что в этом году закрыто званием Геннадова, директора, на следующий год надо... Удачно есть время для открытия нового звания. Да, я расслаблюсь. Будем делать новое звание? Конечно, мы уже его начали делать. Где? В номере? Каждый вечер в номере. И это большой плюс путешествия на золотые компетенты, когда мы с семьей. Мы завидуем, завидуем. И, Марло, какое у тебя решение появилось на этой конференции? Одно могу сказать. Аппетит приходит во время еды. Это 100%. Когда ты посещаешь менеджерскую конференцию, тебе хочется быть на золотой. Когда ты прилетаешь на золотую и при тебе объявляют следующую конференцию бриллиантовую, конечно, ты принимаешь решение быть там. Потому что идут мурашки, тебе хочется, тебе хочется путешествовать на этом уровне. Решение было принято, когда объявили следующую конференцию. Это в 2020 году быть со своей командой на турецкой ревьере на золотой конференции. В открытом звании бриллиантового директора для того, чтобы квалифицироваться на кейт-саун. Ой, круто. А поменялось? Да вообще. Девочки, покажите мурашек. Мурашки, мурашки, мурашки. Ребят, поэтому что мы хотим вам посоветовать? Старайтесь, делайте, не сомневайтесь. Верьте в себя до последнего. Вы достойны этой вот красивой, богатой, успешной жизни. Однозначно. Любим вас, придаем привет. И встретимся где, девчонки? На турецкой ревьере. Девчонки.